Всем привет! Передаю вам из Майами. Я наконец-то получил груз, идущий из Нью-Йорка в штат Флорида. Это вообще первый раз в моей истории за всю мою карьеру трак-драйвера. Получить груз во Флориду очень трудно. Все грузы, которые идут отсюда, они дешевые, и поэтому компании не любят отправлять водителей, иначе обратно придется ехать себе в убыток. Я приехал в город Орландо. Орландо славится своими парками. Там есть Universal, там есть Disney. Но я хотел выбраться подальше и сгонять в Майами. Это очень пафосный, крутой и дорогой курорт. Кстати, вот эта вот стройка, это все тоже в Майами, да. Тот самый пафосный, дорогой, и в пяти минутах ходьбы от океана. На самом деле, город меня не так впечатлил. То самое первое, что бросается в глаза. Все мы помним такую игру, как GTA Vice City. Все просто точная копия того, что было в этой GTA-шке. Просто все то же самое. Весь этот Ocean Drive. Правда, в игре там был Майами в 80-х годах. Здесь он современный. Все равно очень круто. Как будто ты просто попал в GTA. Идешь вот по улицам, вся вот эта атмосфера, она сохранена. Все эти здания, отели, пальмы, все, короче, то же самое. Что мне здесь не понравилось? Не понравились цены. Это очень дорогой курорт. Из Орландо приехать сюда я арендовал машину. Машина мне обошлась примерно в 160 долларов за трое суток. Плюс 30 долларов в одну сторону за платные дороги. 30 долларов сюда и 30 долларов назад. Плюс 30 долларов в одну сторону бензин и 30 долларов за бензин назад. Далее, самая интересная тема. Парковка. Город очень ограничен по территории. Земля здесь дорогая, ее здесь мало. Вся территория, она частная. Недвижимость здесь в основном принадлежит различным богатым звездам, знаменитостям. Они на этом делают огромные бабки. Проблема была запарковать машину. Одно место в сутки может доходить до 50 долларов за парковку где-нибудь поближе к океану. Я запарковался подальше, в двух милях отсюда и приехал уже на такси в свой хостел. Я остановился в одном из самых вообще дешевых хостелов, который только может быть. В районе 40 долларов в сутки. Дешевле, наверное, уже найти ничего нельзя. А номера просто в отелях, где у тебя отдельный номер, а не чисто общее место, где 12 человек еще с тобой живет в комнате. Такие отдельные номера вообще, они начинаются по стоимости от 300 или от 350 долларов. Здесь очень много дорогих тачек, очень много яхт, вертолетов, вилл. В Майами круто отдыхать, когда ты миллионер. Когда ты обычный студент, здесь делать на самом деле нечего. Ты просто приедешь, потратишь бабки. Если честно, у меня суммарно вышло за две ночи здесь чуть больше, чем средняя зарплата в городе Минске. Блин, вот этот очень прикольный мотоцикл такой, я бы на таком погонял. Все сразу при слове Майами воспринимают это как какой-то дорогой вот этот курорт, вот то место, где я гуляю. На самом деле нет. Это два разных города абсолютно. Майами и Майами Бич, они друг к другу отношений никакого не имеют совсем. Майами расположен на континенте, и там нет никаких пляжей. Майами это просто большая деревня. Это огромный город, он одноэтажный, потому что на Флориде часто бушуют различные ураганы, природные катаклизмы. И все эти дома просто затапливает, сметает. Поэтому это просто одноэтажная огромная деревня, которая растянулась где-то, наверное, километров на 100. И я через эти все деревни ехал. Примерно 95% населения именно не Майами Бич, а Майами континентального, они испаноязычные. Но если в различных городах штата Техас люди, которые говорят по-испански, они все мексиканцы, то здесь они в основном кубинцы, гаитяне. И в Майами есть очень много районов типа Маленькая Гавана или Маленькая Гаити. И на самом деле эти районы совсем не богатые. Там очень много разного трэша творится. Там очень много бедных, нищих, очень много попрошаек на улицах. Очень большая преступность. Сколько, кстати, еду, столько длится вот этот констракшн. Он и вчера был, и ничего здесь вообще не поменялось. Честно могу сказать, что еще раз я сюда не приеду. По своим деньгам это того не стоит. Лучше просто съездить, например, в мексиканский Канкун, где будут те же самые бары, те же самые пляжи. Там будет более теплая вода. И это все будет намного дешевле, потому что в Мексике средняя зарплата ниже раз в 5, а то может быть и в 10, чем в США. Поэтому все цены тоже будут ниже. Я уже в Мексике бывал пару раз, и я знаю. Если просто цель поваляться на пляже, позагорать или покупаться в океане, это можно сделать везде в той же моей Каролайне. Правда, только летом. Я даже не могу себе представить, что здесь творится летом. Типа в июне или в июле. Наверное, здесь вообще огромная толпа людей. Если вы обратите внимание, ну реально, просто натуральная GTA-шка. Как будто попал в игру. Я точно не помню, что там с чего было скопировано, слизано, но можно найти что-нибудь из GTA-шки. Здесь в некоторых барах коктейли стоят по 50-100 долларов. В Майами не весь такой красочный. Вот эти все задворки. Здесь есть и бомжи, и попрошайки, и мусор. Здесь много русских, но они живут в основном чуть южнее. Они покупают недвижимость. Вообще, если бы у меня были такие деньги, я бы тоже здесь купил какой-то кусок недвижимости. Потому что на этом можно очень хорошо заработать. Но у меня таких огромных денег нет. Все, что остается делать нам, это просто сюда пригонять и гулять. Вот мы подходим к самой главной тусовочной улице, Ocean Drive. Там где-то есть отель. Я не помню, как он называется. По-моему, что-то типа Гливлендер. И там все время стояла вот эта машина. Но я ее сегодня не увидел, когда здесь гулял. Раритетная. Именно, ну, прям точно такая же, как и было в игре. Вот так выглядит улица Ocean Drive. Это суббота. Суббота, и вся тусовка только начинается. А мы потихоньку подвигаемся к пляжу. Кто-то меня просил сфоткать закат. Здесь закаты не могут быть такие крутые, как в Калифорнии. Все-таки Майами находится на восточном побережье. И солнце садится, оно вот там. А здесь оно только встает. Помните вот эту набережную, где здесь постоянно все катаются на роликах? Так, мы подбираемся к пляжу. Кстати, в игре вот этот каменный парапет отделял пальмочки с травой от пляжа. И здесь был сразу пляж и вода. В реальной жизни здесь еще расположена вот эта коса. В игре пляж узкий. Здесь все намного шире. Сейчас пока еще осталось немного времени. Я решил покупаться вечером. С 10 часов вечера до 5 утра пляж закрыт и сюда заходить нельзя. Я вот этой фишки не знал. Я думал, может быть, покупаться ночью. Было бы прикольно. Днем я еще видел вот самолетик, который летал с рекламой, с огромным рекламным плакатом. Там была реклама казино или чего-то еще, но он летал. В игре тоже был такой самолетик. Вот там вдалеке можно наблюдать круизный лайнер, который сюда пригнал. Я не видел, кстати, до этого. Девчонки здесь ходят тоже как бы крутые очень. По вот этой части пляжа ездят различные машинки, баги. Там ходят только люди и, может быть, подъезжают иногда вот пикапы к этим бочкам для сборки мусора. Но здесь вот тоже можно ездить. На квадроциклах люди ездят. Погода замечательная. Сейчас примерно плюс 25 градусов тепла. You just taking some selfies. Okay. Днем здесь океан был очень тихий. Кстати, когда он освещается солнцем, вода такая прям голубенькая, лазурная. Сейчас этого не видно и камера этого не передаст, потому что солнца нет. На этом я полезу в воду. Вернее, мы полезем в воду.